АПЛОДИСМЕНТЫ Нашел большой отклик в прессе, на телевидении и в отзывах в социальных сетях. Это убийство арабского террориста, контрольный выстрел, который произвел наш израильский солдат, добив тем самым террориста. Сейчас ему предъявлено, не террористу, разумеется, а солдату предъявлено обвинение. У нас в студии адвокат Григорий Курзинер. Здравствуйте, Григорий. Добрый день. Я специально выделю этот случай отдельно, потому что, хотя он и проходит как криминальная хроника, но, в общем-то, это не криминальное убийство, это не то убийство, которое мы понимаем в виде криминала. Но, однако, хочу заметить, что данному солдату предъявлено обвинение на основании законодательства уголовного законодательства. То есть, он совершил своими действиями уголовный проступок, за который предусмотрена уголовная ответственность. И сегодня к нему вменяется совершение убийства непреднамеренного. То есть, есть убийство первой категории, так сказать, убийство, так сказать, Бакавана Тхиля, умышленное убийство, и убийство ненамеренное. Но мы помним, что первоначально, когда только все начиналось, ему именно предъявлялось как умышленное убийство, и громогласное заявление нашего премьер-министра, министра иностранных, министра обороны о том, что это позор нашей армии, наша армия, значит, не такая, и вообще мы с этим будем вести решительную борьбу. Ну, если вы спросите меня, то я лично считаю, что здесь вообще все эти были заявления поспешными. Для того, чтобы сделать то или иное заявление, надо было расследовать сначала, а потом уже, так сказать, какие-то выводы делать. Наша прокуратура, в частности военная, также. И Гражданская всегда любит делать большие, так сказать, надувать щеки и делать какие-то сенсации, которые потом выходят всем боком. Вы видели, как скрупулезно собирались доказательства по этому делу. Есть какие-то съемки непонятно, кто их снимал, когда снимали, в какое время. И вдруг нож оказался на расстоянии нескольких метров от тела убитого террориста. Все, все, здесь очень много вопросов есть. Я считаю, что здесь есть такое немножко расследование с обвинительным уклоном. Я считаю, что оно предвзятое, это мое мнение. Я не вникал глубоко в материалы, мне сложно судить. Но, тем не менее, я считаю, что... Ну, когда военные, извините, я вас перебиваю, когда министр обороны заявляет о том, что солдат виновен, а прокуратура военная, в принципе, подчиняется министру обороны. Друг мой, давайте начнем с того, что ни министр обороны, ни даже наш премьер-министр, уважаемый, ни тот, ни другой, не участвовали ни в расследовании, ни в даже не осмотре места происшествия. Они получили ту информацию, которую поднесла военная прокуратура. И поспешили тут же ее озвучить. Военная прокуратура – это орган, который сам расследует, это орган, который сам предъявляет обвинение и поддерживает его в суде. Извините меня, ну уж такой однобокости допускать, я считаю, что нельзя, но если оно уже допущено, то хотя бы делайте хорошую мину при плохой игре. И даже этого нет. Это орган, который носит чисто обвинительный характер во всех его проявлениях. То есть люди расследуют однобоко это дело. Это дело расследовалось с обвинительным уклоном. Вы что, думаете, просто так возникли все эти взрывы негодования у населения? Я считаю, что они были абсолютно обоснованы. Абсолютно. Если мне, мое государство, доверяет в руки оружие и говорит «охраняй меня», то дайте мне же вас охранять. И не важно, как я это буду делать. И не важно, чем это закончится. Вы мне дали возможность охранять. Но когда на меня нападают, вы помните, когда-то, сегодня уже так не стоит вопрос, помните, когда-то говорили «пределы необходимой обороны». А когда же эти пределы наступают? Когда человек нападает на меня с молотком, я должен защищаться с молотком, и нельзя применять огнестрельное оружие. Когда человек нападает с ножом, я должен применять тоже оборону с таким же ножом или другим, или подобным, но нельзя применять огнестрельное. Слава Богу, пришли к умозаключению, что да, можно применять оружие, нужно применять оружие, и стали применять, и что мы видим в результате этого происшествия. Я считаю, что это преждевременное, предвзятое и однобокое расследование, которое привело к тому, к чему привело. А ваше мнение о перспективах этого дела? Очень сложная перспектива. И я думаю, что, почему я еще увидел сложную перспективу, я вам объясню. Не просто так судьи, рассматривающие уголовные дела, это из моей практики, я, слава Богу, практикую больше 25 лет, и я вам хочу сказать, ни один уголовный судья не предлагает по делу, в котором есть однозначные доказательства, сесть и сторонам договариваться, что в этом процессе мы что услышали, на первом же заседании судья предложил сторонам рассмотреть вопрос какой-то договоренности. Какой? Он не говорит. Трудно судье рекомендовать, но судья может так сделать намеки той или другой стороне, как правило, стороне обвинения, что они немножко преувеличивают свои полномочия, или, так сказать, их заявления... Всквещают краски. Совершенно верно. Именно так оно и слышится. Отсюда вывод нам пражется очень простой. Чего это вдруг судья дал сторонам в первое заседание время для того, чтобы они обсудили это? Ну уже странно, Григорий, ведь изначально было умышленное убийство, потом переквалифицировали на неумышленное. Можно я продолжу? Я хочу сказать, я не зря начал, что вдруг у наших средств массовой информации появилась пленка, неизвестно откуда, вернее, значит, снимки о том, что лежит тело убитого террориста, совершенно в другой позе, с другого ракурса снятое, и что нож находится на определенном расстоянии. Он его не бросал туда. Я уверен, что его просто... Либо кто-то из солдат, наверное, в свое время там. Это выяснится судебным заседанием. Придет свидетель и скажет, это я пнул этот нож, когда он был в руках, или что-нибудь подобное. Мы это услышим. Но сегодня в средствах массовой информации сказали, что заявление этого солдата, оно неправдивое. Его назвали обманщиком. Я считаю, что такой цинизм по отношению к нашим солдатам, он принижает мотивацию, которая сегодня есть в нашей армии, до такого нуля, что мне становится иногда даже страшно. Посылая своих детей, мы о чем думаем? 18-летний мальчик. Да, о чем мы думаем? Что он должен был предвидеть, что он должен был оценить реальную обстановку, когда его друг пострадал, когда его сослуживец пострадал, и когда он мог пострадать. Что он должен был думать? Скажите мне. Он утверждает, что подозревали, что на этом террористе есть пояс смертника. Да, я вам скажу... Но что-то вообще ни при чем. Поверьте мне, этот мальчик еще по-настоящему испугался. А что, это не нужно брать в расчет? А что он сделал из ряда вон выходящего? Ему что, не говорили стрелять в террориста? Ему говорили стрелять в террориста. Даже если он неадекватно оценил. Это что, уголовное преступление? То есть, максимум это ненадлежащее исполнение каких-то воинских... Это может быть дисциплинарный проступок, не более... То есть, суток ареста... Да, а теперь пойдите, попробуйте это все переделать в дисциплинарный проступок. Мировая печать, мировые СМИ, палестинская автономия, разговоры... То есть, кто тянул за язык наших руководителей? Да ради бога, сначала расследуйте, примите какое-то решение. Когда вы убедитесь, что вы абсолютно закрыты доказательствами и фактами по этому делу, открывайте рот и говорите что угодно. Что вы видите, говорите это. Нельзя говорить прежде время. Сделали сенсацию, теперь ответите за эту сенсацию. Игорь, последний вопрос на эту тему, мы перейдем к другому событию. Если он будет признан виновным, неважно, в непредмышленном убийстве, либо там, причинение средств... Нет, в непредмышленном убийстве уже нет. Да, непредмышленном убийстве. Окей. То есть, это, судя по всему, сразу же повлечет за собой подачу исков со стороны родственников погибшего, что вот невинно убили ребенка и так далее. Они только и ждут этого. Это ждет палестинские средства массовой информации, сделать из него мученика и сделать из него... Невинно убиенного. Конечно. Как было... Вы помните тот случай с мальчиком, когда это было на одном из перекрестков, когда были серьезные беспорядки и стреляли. И говорили, что это израильский снайпер убил ребенка. Да, оказалось, что это все... Но чем это закончилось? Ребенок жив и здоров, что это оказалось... Не-не-не, это постановка. А потом еще установили, что это совершенно не так. А сколько было? Ну, а где у вас уверенность, что это не то же самое? Надеюсь, суд разберется. Второе событие, которое сколыхнуло, в общем-то, тоже общественность. Полиция отрапортовала о поимке серийного убийцы. Серийного убийцы, который охотился... Ну, просто вот израильский Чикатило, который охотился на женщин, насиловал их, убивал, да еще и сжигал. Да, то есть некто Федор Бежинарий, серийный убийца. Якобы доказано, то есть ему вменяется два случая убийства, изнасилования и так далее. А где же остальные? Это пока не сказано, но почему с такой настороженностью отнеслись к этому, ну, по крайней мере, русскоязычная часть израильского общества? Потому что у всех свежа в памяти история с Романом Задоровым, которая еще не закончилась, которого обвинили в убийстве школьницы Таирада. Таирада осудили, да, и Верховный суд подтвердил это решение, но, тем не менее, в обществе много вопросов, считают, что он невиновен. Пошли разговоры о том, что вот история с Федором Бежинарием – это нечто подобное. Может быть, все может быть в этой истории, но у полиции есть несколько дел нераскрытых убийств женщин. В разных частях нашей страны. Появился удобный случай на кого-то их повесить? Если хотите, да. Если хотите, то это именно тот случай, когда можно списать всех, простите за выражение, висеков на того, кто сегодня находится на скамье подсудимых. Давайте говорить иначе. Сегодня два уже списали на него, и есть там признательные показания о том, что он совершил. Ведь так быстренько поспешили полицейские подать обвинительные заключения в суд лишь только потому, что вот оно, теплое, горячее дело, раскрытое. Он признался по этому случаю? Так заявляет полиция, и мы не читали свои материалы. Но если верить до конца тем заявлениям в прессе, которые мы прозвучали, прозвучали следующие заявления, что по двум этим убийствам он признался, сделал даже воспроизведение, и что по доказательственной базе все закрыто. То есть можно принимать решение конкретно о наказании, о признании его виновным и так далее и тому подобное. А что ему светит за это? Ну, если будет так, как он признался, то убийство – это как минимум два пожизненных заключения. Я правильно понимаю, опять-таки, в этом смысле я сейчас даю информацию из сериала. А то есть если ему теперь предложат взять на себя еще третье, четвертое, пятое, то это существенно не повлияет на срок 4-5 пожизненных заключений. Это же не костюм примерить и не красавки примерить. Мы же все взрослые люди, мы знаем, как это происходит. Полиция говорит так, а вот еще вот это, вот это, вот это возьми, мы тебе там хорошую камеру обеспечим. Да, до конца твоих дней. Я не думаю, что именно так, как вы это описали, что так оно и будет выглядеть. Я думаю, что здесь немножко иначе. Я вам больше скажу, что полиция на сегодня, при всей ее тоже напыщенности по этим делам, отказалась от обвинений всех тех остальных, которые были, кроме этих двух. Ведь они сегодня даже не предъявлены в обвинении. А как же серийность всего два трупа? Совершенно верно. Это сначала казалось, что вот он, наконец-то, взят серийный, и осталось только расписать, когда, где, в какое время, с кем он принимал участие и так далее. Если нет, один, то почему, зачем, мотив его, и дело закрыто. Но они ему вменяют еще изнасилование. Я только не пойму, от кого поступала жалоба. То есть они считают, что, что было раньше, наверное, было раньше изнасилование, для того, чтобы, может быть, скрыть преступление, там, или нейтрализовать жертву. Он убил ее, и так далее. То есть это все на сегодня предположительные. Это его считают виновным. К чему придет суд, мы посмотрим. И также прокуратура и следователи утверждают, что он признался по этим двум преступлениям, о том, что он совершил, ну, в том плане и изнасилование, и убийство одной из них, вернее, двоих. И он пытался сжечь их. Там был поджег, он поджег эти тела, чтобы скрыть следы преступления. Я думаю, что в некотором ближайшем, так сказать, перспективном будущем мы это все услышим в подробности. Но вообще какое-то сходство есть с делом Задорова. То есть в основе, как в основе дела Задорова, так и здесь лежит признание. Царица доказательств, как любите вы говорить, адвокаты. Да, да. Мы любим это говорить. Это любил говорить Вышинский. Это знаменитый в той жизни. Но дело в том, что мы всегда с вами говорим, и мы возвращаемся все время к этому варианту, когда презумпция невиновности не работает. Хотя, в общем-то, она существует как понятие презумпции невиновности. То есть виновным человека может признать только суд, и не важно, что он признался, не признался. А должно быть ряд обстоятельств, которые приведут в суд к однозначному мнению, что данный человек совершил данное преступление и признан виновным. Пока этого нет, человек считается невиновным. Увы, у нас это немножко не работает. И человек признав... Задоров тоже признал себя виновным. Да, так я и говорю. Задоров объяснил, почему он себя признал, потому что было давление, потому что ему было трудно. И тот натиск и то давление, который испытывают подозреваемые наследствия, ну, я бы никому не желал это испытать. Это очень трудно, это очень серьезно, это очень, ну, катастрофически сложно выдержать. Потому что большинство, я не боюсь этого слова, ломаются, большинство соглашается рассказывать все, и что даже того, чего даже не было, только что вы их оставили в покое. То есть такое давление моральное, которое испытывает подозреваемый, те условия, в которых он находится, а находится он далеко не в комфортабельных условиях. Я понимаю, если бы его просто приводили из каменов, в которые бы отдыхал, кушал, пил, спал, извините. И можно было бы понимать, что это более-менее, ну, когда человеку не дают спать, и почти 24 часа его допрашивают, и при этом то, как его допрашивают, исследователь меняется, отдыхает, а ему не дают, просите, даже передохнуть, то я думаю, что... Ну, а в такой ситуации можно, как говорится, признаться в убийстве эрцгерцога Фердинанда. Или же того же Жаботинского. — В принципе, да. И последнее, о чем я хотел вас спросить, буквально свеженькое убийство Ширази, криминального авторитета, точнее, он сын криминального авторитета. — Ну, он же сам уже был признан криминальным авторитетом? — Ну, сам уже, да, молодой, но ранний, да, убийство такое, прямо как в боевиках, да, то есть подъехал киллер, застрелил. Что последует дальше? Я сейчас не спрашиваю, найдут убийцу, не найдут дальше. — Я думаю, что последует ринг-бета. — Так вот, мы стоим на пороге криминальной войны? — Ну, она, в общем-то, и не прекращалась, если говорить откровенно. Криминальная война была, она есть, она идет. Я могу перечислять здесь, мне не хватит пальцев в рук на обеих руках, чтобы перечислить, кто был взорван, за что и по каким предположениям. Или на кого покушались вместе с тем, и покушение оказалось неудачным. Это криминальная война, которая есть, это криминальная война, которая идет давно, это идет раздел и передел, то, чем управляют криминальные авторитеты, криминальные семьи, кланы эти. И мы живем на Востоке, чем мы отличаемся от европейской части государства или от той же Америки, от того же, будем говорить… — Я позволю себе возразить, чем мы отличаемся, извините, в той же Америке, там огромнейшая страна, где можно убежать, спрятаться. Израиль — это маленькая страна, которая просматривается, просвечивается и прослушивается со всех сторон. То есть, почему полиция не может с ними справиться? — Почему? Справилась? Мы же знаем, что большинство авторитетов сегодня находится за решеткой. — Ну, и нам это сильно помогло? — Нам это очень помогло. Именно из-за того, что на сегодняшний день достаточно много авторитетных хозяевов-кланов, преступных я имею в виду, находятся в местах не столь отдаленных. Происходит передел того, что… — Передел, то есть, зря их трогали, да? — Конечно, они же… Та пустота, тот вакуум, который образовался в результате этого, должен быть заполнен. — То есть, молодые волки рвут добычу. — И молодых волков рвут, и молодые дышат в затылок конкуренты и прочее, прочее. То есть, все прелести настоящего уголовного мира. Ну, мы нормальная страна, я считаю, что по идее… — Сбылась мечта об Энгуреоне. — Ну, если хотите туда, частично. — Спасибо. Приятно слышать, что мы живем в нормальной стране. Хоть кто-то так считает. — Этим можно гордиться. — Да. Я благодарю вас, адвокат Григорий Курзинер. Дорогие друзья, программа «Криминальное чтиво» подошла к концу. Всего вам доброго. До свидания. — До свидания.